Знаете, мне показалось очень интересным, что, когда я сделал видео о книге Еноха, о том, является ли она частью Библии, нужно ли ее включить в канон Писания, и объяснял, почему не нужно. Это видео привлекло много внимания, и огромное количество людей разозлились на меня. Они говорили «ты от дьявола» и еще всякие вещи. Было удивительно видеть такой уровень реакции. Прекрасно видеть современный интерес к книге Еноха, интересно видеть это. И это очень положительный момент. В ней есть много хорошего, и она высоко ценилась первыми еврейскими и нееврейскими последователями Иисуса и многими другими евреями в те дни. И это правда, что Тертулиан, отец ранней церкви Тертулиан, говорил так о книге Еноха. Он говорил, но поскольку Енох в том же самом Писании также проповедовал о Господе, ничто вообще не должно отвергаться нами, что относится к нам. И мы читаем, что каждое Писание, которое подходит для назидания, является Богодухновенным. Поскольку, конечно, книга Еноха цитируется в Послании Иуды. Да, действительно, были некоторые отцы ранней церкви, которые высоко ценили книгу Еноха и даже считали ее Писанием. Но то же самое и с другими книгами, такими как Послание Варнавы. Были и другие древние книги, такие как Пастырь Гермы. Были определенные вещи, которые высоко ценились, и некоторые, как считалось, даже должны быть на уровне Писания. Но в конце концов, консенсусом тела Мессии было то, что они небогодухновенные. Вот как обстоят дела, если говорить вкратце, с книгой Еноха. В ней есть отрывки, которые могут иметь вес Писания, но другие отрывки нет. Они являются больше мистической спекуляцией или просто не соответствуют Писанию. И даже несмотря на то, что Иуда цитирует книгу Еноха, он не цитирует ее как Писание, как написано. Ведь в Новом Завете даже цитируются стихи идолопоклонников. То есть тот факт, что она цитируется, сам по себе не делает ее Писание. Подводя итог по книге Еноха, можно сказать, что когда она была написана, это уже было то время, когда канон Ветхого Завета был закрыт. Тогда было признание большей части того, что является Священным Писанием. И это отразилось в Новом Завете. Книга Еноха окончательно была завершена после этого периода. И она, очевидно, не является частью Писаний Нового Завета. Она не является частью апостольских Писаний. Она появляется в уникальный период, когда она широко читалась, но не признавалась ни широкими еврейскими массами, ни широкими христианскими массами, как Писание. И, опять же, у нас нет никаких свидетельств в самом Новом Завете, что она цитируется как Писание. Потому читайте ее с интересом, читайте ее как то, что читалось широкими массами среди ранних евреев и христиан, но читайте ее с правильными целями, а не с конспирологическими, но с хорошей целью, и даже с точки зрения хронологии, потому что она не была включена в то, что мы признаем в целом как канон Писания.